всем привет сегодня мы сплетем вот такую заготовку для корзины первая часть будет у нас ну а перед этим поставьте лайк и подпишитесь теперь мы приступаем как оплетать фанерное донышко таким валиком будет справа сверху ссылочка мы его оплетали уже не раз ну а мы начинаем плести для начала мы сплетем веревочку из трех подставляем наши три трубочки увлажненные стойки сухие стойки обязательно у нас сухие ни в коем случае не оставляем их влажными после того как вы сделали оплели фанерное донышко оставьте их в покое чтоб они подсохли не плетите на влажных плетем нашу по кругу один рядочек заканчиваем ряд и плетем еще два ряда всего мы проплетаем три ряда веревочки из трех каждый ряд мы закрываем вот такая вот форма у меня не необычная закрываем наш ряд как я и сказала подошли мы к нашей стоечки 1 перед двумя за третью следующую трубочку и последняя трубочка за помеченный стоячок за самый первый все подровняли выровняли и теперь продолжаем плести второй ряд второй ряд мы проплетаем также тоже закрываем ряд и проплетаем после этого третий ряд а сейчас мы еще добавим но это смотрите на ваше усмотрение я добавляю вы можете не добавлять добавляю еще по одной стоечки мне захотелось двойные стойки и я когда плету веревочку из трех можно в принципе проплести те же три ряда потом добавить можно добавить сразу обрезаем мягкие кончики на трубочках и подставляем их чтоб у нас были двойные стойки подставили какое-то определенное количество и плетем дальше следующий ряд после того как я проплела веревочку из трех я плету веревочку из двух одну трубочку я просто обрезала и дальше плету веревочку из двух как я и сказала третий ряд веревочки из трех я закончила ряд обязательно заканчиваем ряд и перешла на веревочку из двух проплетаю также ряд веревочки из двух заканчиваю ряд и теперь я буду подставлять еще одну трубочку для того чтобы проплести веревочку из трех и сделать из нее косу подставила трубочку и плету веревочку из трех заканчиваем наш ряд веревочки из трех также подошли к помеченному стоячку и заканчиваем наш рядочек такую же процедуру мы будем делать вверху корзины я ее показывать не буду потому что сейчас она уже вся показана она будет аналогична теперь мы будем делать обратную веревочку из трех мы просто поднимаем наши трубочки и плетем под низ и таким способом у нас получается косичка после чего мы будем делать все то же самое только в обратном зеркальном отображении после этой косички мы будем плести веревочку из двух но пока мы заканчиваем веревочку из трех обратно вот такая коса получается тут у нас фото теперь заканчиваем нашу веревочку из трех смотрите помеченный стоячок мы проплетаем дальше как и проплетали нашу трубочку но мы и оставляем там внутри если у вас есть возможность вытащите форму так будет удобней следующую трубочку мы проплетаем также но поддеваем ее уже под одну трубочку смотрите по узору у вас входило две трубочки внутрь значит и здесь должно тоже быть две трубочки внутри вот мы подставляем как раз вторую аккуратно все продеваем с формой не очень удобно это делать вот теперь у нас входит тоже две трубочки здесь тоже у нас должно входить две трубочки там мы продевали под одну здесь под две нашу следующую трубочку продеваем по две трубочки чтоб у нас серединку входило тоже две трубочки аккуратно помогайте себе все аккуратно продели и закончили ряд выводим наши трубочки наружу теперь вы можете любой узор дальше плести лишние трубочки можно обрезать я буду сейчас плести веревочку из двух поэтому одна трубочка у меня уходит мы ее убираем и дальше я плету веревочку из двух но плету обратную так как у нас до этого была тоже обратная трубочка чтоб не путать узор проплетаем веревочку обратную после чего мы переходим на три веревочки прямых из трех три ряда вот смотрите три ряда веревочки из трех теперь мы те трубочки которые мы закончили веревочку из трех плели мы оставили в покое их видно вон на заднем плане мы подставляем шпажки в том месте где у нас будет ручка и проплетаем укороченные ряды подставляем новую трубочку и проплетаем проплетаем новые ряды ситцевым плетением оно проплетается очень просто сначала мы обхватываем три стоечки потом на одну больше с каждой стороны наращивание делаем на изнаночной стороне так мы добавляем по одной стоечке до того момента как вам уже как вы посчитаете нужным высоту поднятия не забудьте подставить или шпажки или что-то утолщение там где у вас будет ручка потому что потом мы будем туда добавлять или проволоку или что вы у себя найдете у меня будет проволока я добавила шпажки у меня там 33 шпажки мне этого достаточно толщины такой вы смотрите сами по толщине которая у вас будет если у вас будет достаточно толстая значит можно добавить и больше можно и не шпажки можно что-то и другое добавлять но главное чтоб вы сделали место оставили для на вашей проволочке вот видите у нас поднимается серединка вверх и здесь вы уже сами контролируете сколько вам нужен подъем может вам нужен больше чем у меня значит проплетете больше рядочков после того как вы проплели определенное количество которое вам нужно вы просто доплетаете до нужного момента и оставляете их в покое пока мы берем наши трубочки основные сейчас я их наращивание буду делать и буду плести из них ситцевое плетение так как у меня их три было значит я одну убираю вот эту крайнюю мы коротенькую и обрежем обрежем и между стоечками мы ее аккуратно покладем чтоб ее не было видно а те трубочки которые остались мы будем плести дальше ситцевое плетение у меня четное количество поэтому у меня ситцевое плетение будет в догонку сначала мы плетем одной трубочкой потом второй пока я проплетаю одной хочу посмотреть что у меня получилось в итоге достаточно ли мне высоты эта трубочка которая сейчас у меня отдельно в коктейльную трубочку голубую я ее потом просто обрежу потому что я уже вижу что больше я плести ей не буду мне высоты достаточно доплетаем в догонку наш ситец вот эту трубочку мы просто обрезаем обрезаем и убираем в сторону можно ее внутрь спрятать наращиваем наши трубочки и плетем дальше аналогичную историю мы проводим на обратной стороне сейчас я немножко здесь проплету и будем делать то же самое с обратной стороны это корзина у нас будет для пикника поэтому у нас еще будет впереди красивая ручка витая замочком и еще будет крышечка так это у нас обратная сторона как я и говорила делаем аналогично все то же самое все точно так же как мы делали с другой стороны пока я плету одинаковую часть я воспользуюсь моментом и и хочу вам рассказать про то что у меня есть онлайн школа плетение с нуля это школа для новичков это школа для новичков и не только в принципе у меня не только новички учатся если кому-то интересно смотрите контакты есть в описании под роликом под каждым роликом под любым есть контакт на которые можно выйти в любую соц сеть на меня или просто в напишите в поисковике google рукоделкин лена и у вас выскочит мои контакты тоже где можно на меня выйти в личных сообщениях мы договариваемся что и как и мы учимся как только вы оплачиваете и мы договариваемся про наши курсы мы сразу приступаем к обучению вы ничего не ждете по времени программу курса я вам также подскажу в личных сообщениях приходите учитесь чтоб вы не собирали по крупицам в интернете не выискивали что и как я вам это все подскажу у нас есть чат два чата в которых я всегда на связи всегда вас поддержу подскажу и будем учиться привязки ко времени в учебе у нас нет учитесь тогда когда вам удобно у нас есть видео конференции на которых мы встречаемся и вы задаете все вопросы которые вас интересуют о плетении это все я потом расскажу вам в личных сообщениях ну а мы проплетаем дальше там мы закончили теперь мы просто плетем определенную высоту веревку ситцевым плетением и после этого как я и говорила будем делать все то же самое что мы делали внизу три ряда веревочки из трех потом один ряд веревочки из двух потом мы делаем косу из веревочки из трех прямой и обратной и после чего мы веревочка из двух и три ряда веревочки из трех после этого мы делаем загибку разгу и на этом в принципе наша заготовочка будет уже готова вот такая вот красота у нас получается вот здесь мы вот закончили наш ситец я подставляю очередную трубочку для того чтобы сплести веревочку из трех здесь я уже не буду вам показывать весь процесс потому что он был внизу загибка тоже вы знаете как плести загибку разгу кто не знает посмотрите в моих роликах ссылка будет в верху в правом верхнем углу вот такую красу мы получили в результате но вы подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик обязательно пишите свои вопросы в комментариях я всегда стараюсь на них отвечать всем творческих успехов и смотрите следующие ролики продолжение этой корзинки будет следующих частях